Президент Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с канцлером Германии Олафом Шульцем. В ходе беседы с удовлетворением говорилось об участии президента Ильхама Алиева в состоявшемся в апреле этого года в столице Германии, Берлине, сегменте высокого уровня 15-го петербергского климатического диалога. Ещё раз были подчёркнуты проведённые в этих рамках встречи с Олафом Шульцем и обсуждённые вопросы. Канцлер Германии довёл до внимания, что поддерживает мирную повестку между Арменией и Азербайджаном. Была отмечена важность совместной встречи президента Азербайджана с канцлером Олафом Шульцем и премьер-министром Николом Пашиняном, проведённой по инициативе канцлера Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Подчёркнуто, что вслед за этим при поддержке Германии состоялась организованная ею встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства особо отметил успехи, достигнутые в области делимитации и демаркации границ, как составной части переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном. Сообщило согласование документов, связанных с процессом делимитации. Сказал, что процесс будет продолжаться по этой линии. Президент Ильхам Алиф отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку, скорейшее подписание мирного договора и мирный процесс. Однако для этого в первую очередь необходимо, чтобы в Конституции Армении были изменены положения, содержащие претензии против территориальной целостности Азербайджана и предусматривающие присоединение Карабахского региона Азербайджана к Армении. Территориальным претензиям Армении против Азербайджана должен быть положен конец на конституционной основе. Было подчеркнуто, что эти вопросы обсуждались и на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной в Вашингтоне при поддержке государственного секретаря США Энтони Блинкина. На встрече был обсужден процесс подготовки к КОП-29, было одобрено и высоко оценено сотрудничество Азербайджана и Германии в этой сфере. Глава нашего государства отметил, что в связи с КОП-29 Азербайджан и впредь будет продолжать усилия, направленные на достижение консенсуса и повышение солидарности между странами мира, в частности, глобальным югом и глобальным севером. В ходе беседы был высоко оценен вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонних связей между Германией и Азербайджаном. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.